Девушки отдыхают Омские ястребы встречались с динамошинником из Белоруссии Слушая торжественные речи, хоккеисты явно устали стоять И это заметно сказалось на хозяевах льда Они пропустили уже на второй минуте игры И в дальнейшем, по большей части, не успевали за скоростными сибрами За счет чего можно переномить ситуацию в следующих периодах? За счет, думаю, нам надо просто чуть-чуть побыстрее в каждом эпизоде действовать Быстрее передачи, быстрее выходить со своей зоны И побольше, думаю, надо в их зоне поиграть, побольше побросать И, думаю, придет результат Второй период снова начался с гола и снова в ворота ястребов Подопечные Корнаухова очень старались, но скорости им явно не доставало На 29-й минуте ястреб Павел Махановский на полном ходу врезался В отменно игравшего весь поединок вратаря динамовцев Дениса Ковалева Тот некоторое время лежал на льду, но поднялся и продолжил спасать свою команду от бед Старался выйти, просто игру показать Не, ну понятно, что мандраж был, это, наверное, все это испытывают перед играми Но надо его перебороть, чтобы все получилось Как обычно все было, да? Ну да, это обычная игра, то есть То есть в команде не что турнир, а обязательно надо выиграть? Не, 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 мы просто задача выйти, показать хоккей Там даже вот приходил мэр, ну, в обруске, сказал, ребята, мы, как бы, любой результат примем Главное показывать и хороший хоккей, и, ну, то есть не упасть в грязь лицом Пожалуй, именно эта психологическая раскованность и помогла братьям-славянам действовать просто, а главное, уверенно Ястребы же смотрелись скованно, то ли от постоянных высоких ожиданий, то ли от беспрерывной серии побед, которую рано или поздно должен был кто-то прервать До нас за последнее время очень много награждают, награждают, везде в прессе, там, все звонят, поздравляют Как-то все скопилось, может, от этого пошло волнение какое-то и не могли собраться Это, может, отыграли в Бостоне довольно, ну, не то, что легко, но выиграли все игры И поэтому, может, думали, что здесь будем так же играть, но здесь не получилось В принципе, все очень хорошо получается, очень зрелищный хоккей у нас сейчас получается с обоих сторон, как бы и у них Неплохо все в обороне, в атаке, вот, и у нас, в принципе, все получается Тренерские указания выполняем, поэтому пока на данный момент тренер доволен нами Вот, но мы не намерены, как бы, не сдаваться, ничего, будем так же продолжать в том же духе Я думаю, все получится у нас В третьем периоде как игра пойдет, на ваш взгляд? Мне кажется, мы просто их задушим и все Задушить не получилось Ястребы за пять минут до третьей сирены сократили разницу в счете После чего снимали вратаря и штурмовали оборонительные укрепления соперника Бесполезно Динамовцы оказались быстрее, удачливее, а значит, сильнее Узнали, что эта команда лидер Знали, что играет в хороший атакующий хоккей Старались играть где-то от обороны Немножко вторым номером Ну, если получится цепляться в атаке, нападении А вот как-то расковывает вас психологически, что, в принципе, вас за фаворитов тут не считают на Кубке мира? Ну да, есть определенная раскованность Где-то легче играть, может, психологически, ничего не давит Стояли, обнявшись, слушая гимн, это вы настолько уже сплотиться успели? Да, в принципе, парни друг друга знаем уже давно Сплотились таким образом Вот так темная лошадка понеслась голопом в первом же матче и одолела одного из главных фаворитов Тренер Александр Белявский, работавший до этого в Швеции, сумел здорово подготовить своих подопечных Мы, в принципе, с ребятами работаем только месяц на льду, да И это, конечно, занимает время И здесь не только работа технически, да, и так далее Это работа, в принципе, психологическая, ментальная Для того, чтобы ребята поняли, что от них требуется, да Наметки есть, конечно Но мы, я думаю, считаю, еще достаточно далеки от того, как я хотел бы играть В поражении Ястребов никакой трагедии нет В прошлом году Красная Армия уступила Рижанам и сумела выйти в финал Нужно просто сделать правильные выводы случившегося Изначально плохо начали игру, провалили, я считаю, больше, чем пол игры В конце уже немножко и полегче стало физически Вначале очень тяжело было Перестояли, может, где-то долго открытие, разминка Может, около часа стояли, все там открытие Где-то, может, перегорели, но я не хочу ссылаться на какие-то отговорки Просто плохо играли пол игры В конце реабилитировались одним голом Очень взбодрило команду, но, считаю, времени не хватило Надо раньше начинать, с самого начала игры Первый день Кубка мира принес следующие результаты В подгруппе «Б», играющей в СКК имени Виктора Блинова Финский «Хивк» с трудом одолел молодежную сборную Дании со счетом 4-2 После чего шведский линчопинг уверенно разобрался с рижанами 4-1 В группе «А» помимо матча «Ястребов» с «Динамошинником» В дневном поединке сошлись «Чешская энергия» и «Норвежская молодежка» Этот матч завершился победой прошлогодних финалистов Кубка мира «Чехов» со счетом 3-1 Уже следующий тур в первый раз расставит команды по местам в турнирной таблице А в это воскресенье в дело вступают канадцы На страницах дневника Кубка мира мы будем представлять вам, уважаемые телезрители, команды-участницы турнира И прямо сейчас, знакомьтесь, энергия из чешского города Карловы Вары Год рождения клуба 1997 Название было выбрано в честь главного спонсора, компании, занимающейся добычей бурого угля Взрослый коллектив в 2008 году взял серебро национального чемпионата А в 2009 стал чемпионом чешской экстралиги Юношеская команда побеждала в юниорском первенстве Чехии на протяжении трех сезонов подряд В прошлом году, на прошедшем в Омске первом Кубке мира Хоккеисты из всемирно известного лечебного курорта в красивом стиле дошли до финала Показав очень привлекательную игру Если бы не отличная форма, которую набрали хоккеисты Красной Армии по ходу турнира Чехи вполне могли стать победителями прошлогоднего Кубка О поражении в решающем матче они помнят до сих пор Очень плохой был день, ничего у нас не получалось В этом году мы намерены добиться успеха Для нас было успехом уже то, что мы играли в финале Конечно, хотели выиграть, но уровень соперников был выше В этом году мы приехали только за победой Хотим опять дойти до финала и там взять золото А иначе зачем было сюда ехать? Конечно, уровень соперников на этом Кубке мира куда более серьезный, чем на прошлогоднем турнире Энергия теперь вряд ли сможет пройтись катком по соперникам А это значит, что нас ждут захватывающие матчи в группе А Куда чехи попали вместе с командами из России, Белоруссии, Норвегии и США В наш город парни из Чехии приехали в отличном настроении Ведь даже несмотря на прошлогоднее поражение, впечатление об Омске у них осталось самое лучшее Очень красивый город, отличная арена, все просто супер Я тут был в прошлом году и с удовольствием приехал вновь В Омске все просто отлично Хочу погулять по городу, посмотреть на людей, на архитектуру Вот бы остаться здесь играть за авангард, это было бы счастье Возможность засветиться перед скаутами команд КХЛ Очень мощный дополнительный стимул для игроков из Чехии Представители этой страны давно и успешно обжили хоккейное пространство КХЛ Чувствую себя здесь весьма комфортно Молодые таланты из энергии совсем не против через год-два пойти по стопам своих старших соотечественников Ну а наши болельщики с распростертыми объятиями ждут в авангарде новых ягров и червенок В стиле игры в России и Чехии схож Много простора, хорошая техника хоккеистов и мало силовой борьбы Чехам такой хоккей нравится и поэтому их так много в КХЛ Чешский клубный хоккей в последнее время переживает не лучшие времена Местная экстралига потеряла большинство своих звезд, которые отправились либо за океан, либо в более сильные европейские чемпионаты Шутка ли? За последнее межсезонье 144 хоккеисты из Чехии решили сменить свою профессиональную прописку Путем несложных арифметических подсчетов получается, что экстралигу покинули примерно 5 полноценных команд Зато выступления сборной на крупных международных форумах вроде чемпионатов мира можно оценить как довольно успешные Но достигнуты эти титулы благодаря отменной игре ветеранов из НХЛ и КХЛ В 2011 году на чемпионате мира в Словакии, где чехам удалось взять бронзовые медали, единственным игроком до 25 лет был суперталантливый Якуб Ворочек Чешский хоккей нуждается в кардинальной смене поколений Возможно, победа энергии на Кубке мира в Омске сможет стать некой отправной точкой для преодоления сложившегося кризиса Во всяком случае, чехи очень надеются на успешное выступление здесь и готовы предъявить все свои козыри У нас дружная команда, мы хорошо обороняемся и неплохо играем в атаки Мы стараемся играть дисциплинированно и организованно, действовать коллективом, но при этом и отдельные игроки должны показывать себя с лучшей стороны Это наша формула игры Во многом успешная игра команды на турнире будет зависеть от того, как парни справятся со своим волнением А оно, разумеется, будет Сейчас я спокоен, но перед игрой мое сердце будет биться сильнее обычного Так бывает всегда Чехам в Омске обеспечены симпатии болельщиков Во всяком случае, до тех пор, пока их пути не пересекутся с ястребами Ну и конечно, зрители совсем не против повторения прошлогоднего российско-чешского финала Причем с той же, триумфальной именно для россиян концовкой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова